Всем привет, с вами Стэн Лютер. В прошлой серии я словил дом за 60 миллионов рублей. Это оказался самый лучший дом на новой рублевке, самым роскошным интерьером за всю историю проекта. Но оказывается, купить этот дом было проще, чем его продать. С чем я столкнулся при продаже этого дома, я вам сегодня расскажу. Поэтому готовьте печенье, чипсы и погнали. Доброе утро, пацаны. Не может быть утро плохим, потому что я встал в своем любимом новом доме на колесах. Припарковался я здесь у себя на природе, в своей частной рощи, которая находится у моего любимого нового особняка. Так, Даня звонит. Здорово, я такую пушку купил. Заценишь? Я тоже кое-что прикупил. А ну-ка, колись. Это надо видеть. Давай в Юшке встретимся и поговорим. Покажешь и я покажу. Давай, Буринка. Посмотрим, что Даня купил. Ну, то, что я купил, я думаю, он точно не ожидал. Сядем тогда пока что в свой В-класс. Дом на колесах полить не будем. А давайте, наоборот, возьмем дом на колесах. Он подумает, что мы сейчас похвастаемся им. А с В-классом у нас, пацаны, проблема. У нас летел винил Луи Виттон, но это пофиксит. Поэтому это не навсегда. Поэтому пока что продавать не будем. Мы сейчас такие сядем. Скажем, вот мы купили дом. А он такой, а, дом на колесах купил. А я вот купил. Но мы сядем в эту машину и приедем на этом доме к моему настоящему дому. Вот это он офигеет. Так что, пацаны, поехали. Так, ну где он? О, ничего себе. Ха-ха, ну привет. Ну привет, привет. Ты что такое? Ты что, дом продал теперь на колесах гоняешь? Ну да. Как тебе моя новая покупка? Ну, честно говоря, что-то я ожидал другого. А у тебя что? А ты что купил? Покажи, покажи. Я вот мазочку взял на перекус. Ага, спасибо, спасибо, что задавил. По чем взял? За лям 200. А ну открывай капот, сейчас посмотрю. Так, у него госстоимость миллион рублей. Но зато полный тюнинг, как я понимаю, да? И винилы, и все обвесы. А куда она пропала? Эй, эй, угоняет, угоняет, угоняет. Стоять, стоять. А ну стоять, стоять. Стрелять сейчас буду. Ай-яй-яй-яй. Давай быстрее бери Мазду. Где твоя Мазда? Давай догоним его. Да он у меня стоит, я не могу у него войти. Куда ты не можешь у него войти? Иди у парковщика и бери быстрее. Вот он, вот он, я вижу, как он едет. Так, мне кто-то пока звонит. Какой-то тебе перевоточку украли. Так, мне пока кто-то звонит. Какой-то сейчас мне надо перезайти. Да ты издеваешься, а? Все, я без дома остался. Тогда придется его на штраф в стоянку кидать, ладно. Все, закинул. Охренеть, прям просто из-под глаз взял, спиздил, уехал. Ну, наконец ты зашел. А ты где? В пизде, блин. О, так, пацаны, смс пришло, на которое надо ответить. Все, погнали. Да уже поздно, я на штрафку кинул. Слушай, а почем ты мне ее продашь? Ты ее за лям 200 взял? Ну, давай я за лям 300 у тебя ее заберу. Чисто себе для коллекции. А ты с каких пор уже тачки себе в коллекцию стал брать? С каких, с каких? С тех пор, пока у меня дом на колесах угнали, а? Давай, заезжай за лям 300 заберу. Ну, давай, давай. Забираем, забираем. А что мы делать будем, Маша? Сейчас поедем, покажу тебе, что я купил. Так, ты же себе дом на колесах купил, нет? Ну, я еще что-то купил. Так, я в предкушении, погнали. А зачем тебе дом на колесах? Как он у тебя вообще появился? Слушай, это долгая история, которой, я думаю, нет пока смысла тебе объяснять. Вот, когда мы приедем в одно место, я тебе покажу свою покупку. Я думаю, ты поймешь. Да, ну, что-то мне это уже подсказывает, что ты что, дом взял? Ты знаешь, почему эти дома продают? Ну, там ляма 50, наверное. Какие 50? Эти дома стоят от 200 лямов и выше. Ты думаешь, что у меня есть 200 лямов, чтобы купить себе такой дом? Я же недавно дом за 40 продал. Ну, ладно, давай, удивляй. Так, вот-вот, смотри, машина стоит. Чего? Вот В-класс мой. Ну, это я понял. Ты что, этот дом купил? Вот-вот, смотри, В-класс. Так, а что он не Луи Виттон? Ну, это другая история. Ну, вот, короче, я его купил. Это другой В-класс, это не тот, что у меня был. Тот я, знаешь, продал, решил этот купить. Так, я что-то снял, ты просто купил В-класс? Эй, а что меня бить начинают? Я не понял. Эй, чувак, тормози, тормози, тормози. Ты что даешь, ты двоих? Давай, 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 мочи его. Я сейчас оружие достану, давай, давай, ты его отвлекай там. А у меня нет, у меня здесь только лейка. Все, оружие осталось в доме на колесах. Давай, пизди его, давай, давай. Это что за фрыки здесь водятся, а? Все, все, сдох, сдох. Что за идиот? О, о, смотри, 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 какой-то пафосный тип идет. Еще кто-то пришел. Что происходит? Ну, ты, конечно, агрессивно так выглядишь. Я надеюсь, не по нашу душу. Да, он скромный. Что-то, пацаны, я утомился. Пройдете-ка в дом мой. Чего? Ты вот это забрал? Как, подожди. Заходи давай, посмотри, как тебе нужно. Ебать, хоромы. Я что, в Кремль зашел или в дом? Подожди, а как ты его взял? Это депутатская хата. Я его словил за 60 лямов. Охренеть, и какая у него сейчас, если его продать, то почем? Короче, я смотрел цены. Дома попроще, у которых гаражи среднего класса, их продают по 250 с торгом. Ну, думаю, где-то за 200. Этот дом все-таки лучше их, повыше чуть классом. Поэтому, я думаю, он лямов 300 минимум стоит. Ну, это у тебя прям буст будет. Ага, конечно. Знаешь, что я решил? Так, пацаны, надо посовещаться за мной. Садитесь на диваны. Ну что, мужики, я тут сидел, думал и решил вот что. Меня этот дом вдохновляет на то, чтобы мы создали банду. Так, мне это уже нравится. У меня есть банда. Ха-ха, Глеб, который чисто роддом сюда зашел. Ну, ничего страшного, ни столб, ни подвинем. Значит, Глеб, тебе придется ходить под нами, договариваться. Иначе мы сметем твою банду. А я ей не занимаюсь. Ну, вот и правильно. Захочешь заняться, сначала ко мне обращайся. Ты вот прикинь, чтобы мы в этом кабинете собирались с пацанами, наберем в банду человек 30, и все 30 человек будут жить здесь. Будет просто херительно. Это своя бригада. Вот мы будем собираться здесь за большим столом и обсуждать, какой дом мы будем отжимать. Ну да. Предлагаю начать с Паши Пэлла база. Но есть одно но, пацаны. У меня на руках всего 11 миллионов. Этих денег мне вообще не хватит на банду. Мне кажется, скорее всего, придется продавать этот дом. Лямов за 300 где-то хотя бы, да? И купить дом себе попроще, но у нас деньги будут на развитие банды и на автопарк. Что думаешь? Мы начнем крошевать крутые бизнесы. Это нам будет приносить проценты, и мы на этом будем зарабатывать еще. Нам будет хватать денег на покупку оружия, на обслуживание банд, на премии, и чтобы еще что-то зарабатывать. Можно будет еще создать внутреннюю политику банды, типа там кто-то распределяет там автопарком, кто-то что-то еще. А что ты будешь, думаешь продавать этот дом? Мне этот дом очень нравится. Ну, мне кажется, с моим положением, когда твой дом за 300 миллионов, а у тебя на руках только 11, да, в 30 раз меньше, он мне пока что не подходит. Но он мне очень нравится. Я просто понимаю, что если я его сейчас продам, я его потом хрен, что вообще купить смогу, понимаешь? Их всего 4 штуки. Их не особо будут продавать. Начался, пацаны, ролик. Хорошо, но сейчас начинается самая жесть. Сейчас вы узнаете, каково продавать самый дорогой дом на Рублевке на Радмире 11 сервере. Все началось с того, что я выставил объявление о продаже дома в дискорд канала Радмира и начал писать в рацию дальнобойщиков о продаже. Цену я поставил 350 миллионов с торгом. Но у вас тут может возникнуть вопрос, потому что в прошлом ролике я назвал этот дом, что стоит 500 миллионов. Цена эта была взята с того, что за день до обновления самые лучшие дома на Рублевке продавали, пацаны, за 550 миллионов с торгом. Понятное дело, это очень большая стоимость. Этот дом не должен столько стоить, но столько они хотели. И понятное дело, у них никто за такие деньги не брал. Но уже на следующий день после ловли стало понятно, по чем на самом деле стоят эти дома. Потому что большинство из этих домов выставили на продажу со стоимостью 250 миллионов торг. Ну и раз обычный дом столько стоит, то я оценил свой дом в 350 миллионов с торгом, чтобы он где-то за 300 миллионов ушел. Первым на смс мне написал Адриан. Он сказал, что блин, давай 280, потому что у меня всего 330. Ну и я ему говорю, если прямо сейчас забираешь, забирай за 330. После чего мы с ним встретились. И вот что было дальше. А вот походу и покупатель. Привет. Блядь, как будто дворец Путина. Это дворец Джо Байдена. Привет, привет. Инта хороша. Еба, гос 60 кака. Ну что думаешь, берешь? Я никогда человека не уговаривал дом брать за 300 лямов. Коваль, когда показывал, типа, такой дом, гос был 40. Ну, типа, я тоже думал, что 40 будет, но оказывается, это пофиксили. Я переезжал, так бы попытался словить. Блин, я надеюсь, это настоящий покупатель, а не просто зевака, который я решил просто поглазеть. Блин, я думал, можно зайти в интерьер. Но если ты его купишь, то ты сможешь зайти. А закрыто. Ха-ха, пожарная часть. Виу, виу, виу. Ха-ха, что он ржет, я понять не могу. Обсматривает. Ну, правильно, когда берешь дом за 300 лямов, то это надо смотреть. Огород один? Один. Бля, коваль, жмот. Я очень надеюсь, что это все не обман. Ну да, конечно. Ха-ха. Аксессуары все снял. Ха-ха-ха. Посмотрите на него. Он сейчас полчаса мне будет морозить и убежит. Так что, Адриан, ты будешь брать или нет? Но, блин, я бы купил. Но у него нет денег. Дайте угадаю. Но проблема есть. У меня вообще ноль. Ну а в хуле ты тогда меня обмануешь? Вот так потом и продавай бомжам, блин, дома, а? Просто. Не-не, я его сейчас найду и подстрелю, пацаны. Подождите. Я его сейчас найду и подстрелю. Где он там, а? Вот он стоит. Все-все. Отлетай, блин, а? Гад мелкий. Я не знаю. У меня вроде бы и злость есть. Но вроде, с другой стороны, и смех. Короче, проехали. Следующим пациентом был Егор, который сказал, что прямо сейчас посмотрит у человека дом за 250 клямов, а если ему не понравится, то купит у меня мой за 400 миллионов. И, о чудо, человек ему случайно окинул не за 250 миллионов, а за 2 миллиона. И он его купил. Но налгав он забыл, что за такую низкую стоимость он не смог бы купить этот дом. Это невозможно технически. Поэтому идем дальше. Не-не, не этот, другой-другой. Там территория побольше. У тебя деньги есть? Сейчас покажу. Нет, у меня на банке все. Погнали, покажи дом для начала. Вот все. Блин, я каждый дворник смотрю, лайк ставлю везде. Ты вообще круто снимаешь. Спасибо, Егор. Но только ты мне, если честно, скажи, потому что у меня тут были пару умников, которых я спалил сразу. Которые приехали только посмотреть. Так, а мне смысл врать-то? Ооо, нормально так-то. Что-то я 600 кака, наверное, погорячился. Давай, может, 500, 350. Ага. Я сейчас могу админа попросить, он пробьет. 540 лямов типа дает. Погнали в банке тогда. Давай ты сам сгоняй, я тебе подожду. Смотрите, что пишет. Сейчас, если у тебя за 250 не куплю, то у тебя покупаю за 400. Да-да. Расскажи, блин. На самом деле, этот ролик можно было бы затянуть на 2 часа, потому что я этот дом продавал 2 дня. А вся проблема оказывается вот в чем. Помимо Новой Рублевки, добавили еще новый поселок Варзамас. И все люди, которые имеют деньги, они купили уже заранее дом на Новой Рублевке. Либо словили дом в новом поселке. И именно тогда, когда я хочу продать свой дом, все одновременно хотят заработать и одновременно выставлять свой дом на продажу. И получается так, что на одного человека, который хочет купить дом, приходится 10 человек, которые продают. И люди, которые даже имеют деньги на мой дом, они не могут его купить, потому что у них уже есть свой дом в новом поселке, который они не могут продать. И за эти 2 дня, что я продавал дом, я пересмотрел весь Дискорд 100 раз. Я перечитал всю рацию. Я действительно целый день сидел в игре и понял, что одни и те же люди продают одни и те же дома, и никто из них продать не может. Но позволить себе оставить этот дом или продавать его несколько недель дороже я не могу. Потому что у меня нет денег на то, чтобы развиваться дальше. Ну а сидеть и выпускать 2 недели видео, пацаны, я думаю, не лучшая затея. Я думаю, вы с вами согласны. Поэтому я решил рассмотреть все варианты, которые мне могут предложить. Я уже отдельно гараж высокого класса хотел продать. Нет ни одного покупателя на него. Я отдельно дом без гаража. Короче, нет покупателей, ну и убейся. И не важно какая стоимость, нет людей денег, чтобы купить такие дома. У всех уже все либо есть. А у кого чего-то нет, у того просто нет денег. Но все закончилось в конце 2 дня. Мне один человек предложил 240 миллионов рублей. Я очень долго думал за все за и против. В конечном итоге мы с ним договорились на 250 миллионов. Плюс он мне дает рюкзак в виде скрипки, который стоит где-то 10 лямов. Я в этих аксессуарах ничего не понимаю. Для меня эта скрипка что 3000 стоит, что 10 лямов. Я не знаю. И могу только ему поверить на слово. Поэтому я прикинул, что ладно, даже если скрипка ничего не стоит, то ладно, 250 лямов продам. Как-никак я этот дом купил, пацаны, за 60 лямов. Вы посчитайте, какой я купил. Я на нем зарабатываю практически 200 миллионов. За 2 дня 200 миллионов рублей. Ни один бизнес только не принесет никогда в жизни. Я ему написал. Мы с ним созвонились в дискорде и встретились. У тебя что по деньгам сейчас? А, 240 лямов. В фишках, они сейчас у меня. А что, тачек нет? Тачки есть, но они у меня не на продажу. Если ты возьмешь долг, то сколько это ждать надо? Часик, можешь полчасика. Давай так, если ты мне готов прямо сейчас забирать, давай 260, я готов уступить. У меня есть 250 в фишках, мне надо поехать обменять. Я могу тебе скрипку отдать за 7 миллионов. Эксклюзив с темных дел. Сейчас Катя, она мне не нужна. Да и продать ее, как бы, мне не думать, что есть много желающих скрип. Я могу 250 прямо сейчас забирать. Без торгов, без ничего. Ладно, похуй, давай. Все, давай пожмем руки. Все, спасибо тебе. Тебе тоже, души. Если все, пиши, если будешь выкупать назад. Тут еще кто кому спасибо говорит, да? Пока что неизвестно, время покажет. Наконец-то, наконец-то я, пацаны, продал дом, потому что я два дня сидел в игре. Я никогда в жизни столько в игре не сидел, не продавал ничего. И, наконец-то, я его продал. Продал я его в два раза дешевле, чем я написал стоимость в прошлом ролике. Но надо учитывать просто экономику каждого сервера. На каком-нибудь первом сервере он и стоит, и 500 миллионов за него могут хотеть. Может и больше, и меньше. Я знаю, что на каком-то из ближайших серверов за 400 продают. Но это 11 сервер. Нам надо торопиться. Все-таки я не могу сидеть неделю и не выпускать ролик, потому что я не могу продать дом. Я лучше продам его сейчас, как есть, и мы пойдем дальше. Все-таки в планах у нас есть, чтобы мы создали банду. А для этого нам надо купить дом для банды. А сейчас, так как очень много домов, как вы поняли, лучшее время, чтобы себе его купить. Потому что сейчас мало кто предлагает деньги. Надо найти еще одного человека, такого же, как я, который два дня продает, не может продать дом. И купить по заниженной стоимости у него дом. 260 клямов на руках. Сейчас посмотрим все доски объявления. Посмотрим, кто что продает во всех поселках. И выберем дом для банды. Пишем чай дальнобойщиков. Куплю ваш дом. Фастом. СМС 909.009. Сейчас чекайте, сколько придет сообщений. Так, никто не пишет. А вот только один написал. Дом в Армейске с огородом. Не, не, спасибо. Армейске я не хочу. Точно, точно. Давайте попробуем купить дом на Новой Рыблевке. За минимальную стоимость. Посмотрим, кто какие цены предложит. Они сейчас все будут ломить 200 плюс лямов. Это 100%. Но мы должны понимать, что сейчас их никто не покупает. Поэтому попытаемся прям проломить по цене жестко. Пацаны, поздравьте меня. Прошло, наверное, уже около часа. Или сколько, я не знаю. Я искал себе новый дом. Хотел купить по низу рынка. Много с кем общался. По итогу, смотрите, какой дом у нас есть. Я еще его не видел, как он выглядит на самом деле. Вот только есть два скрина. Человек готов его дать внимание за 165 миллионов. Единственное, есть одно но. Гараж среднего класса, который здесь присутствует. Он находится на другом человеке. Но сейчас гараж стоит где-то 15 лямов. Поэтому это не самое страшное. Но вы должны понимать, что это самая первая цена на дом на Рублевке. Вообще ever, ever. Ни у одного человека вы не найдете за такие деньги. А плюс этого дома находится в том, что у него большая территория. И он находится на берегу. И дом сам себе не самый бомжатский. Поэтому в этом есть некая выгода. Поэтому едем в игру, смотрим дом и покупаем. И вы меня можете поздравлять. Едем по поселку. Судя по карте, вот дом, который выглядывает с левой стороны. Это должно быть он. Сейчас мы подъедем и поймем, так это или не так. Ну как, пацаны, вам на оценочку, а? Так, ворота открыты. Что мы здесь видим? Здоровая, классная территория. Не, мне нравится. Я думал, будет намного хуже. А, да, Kevin здесь. По-моему, это оно. Давай, давай, чисто визуально пробежимся. Ща. Так, вы посмотрите. Здесь у нас есть такое место. Диванчики. Можно присесть, друзей позвать. У нас здесь бассейн. И, честно сказать, он лучше, чем у меня в том доме. Да со 165 лямов, пацаны. Если цены не будут падать на рынке, это просто, ну, шикарно, я считаю. Реально. И здесь вот у нас есть причал, куда мы можем купить лодку, яхту, которую будем здесь в дальнейшем парковать. И вид на южный. Там неподалеку бы у среднего класса. Можно просто переплыть. Будете ко мне домой приплывать, хилиться, если что. Ладно, мне нравится. Дом шикарный. Потому что он, ну, честно говоря, лучше, чем некоторые другие. Ну, реально. За эти деньги это топчик. Давай, деньги на руках. Проверим ID дома. Так, особняк номер 1174. 165 миллионов. Покупаем. Куплено. Есть, есть. Я так рад, я так рад. В принципе, можем, пацаны, забывать про банду. Я вам всем наврал. Выставляем дом на продажу. Так, ну чё, зайдём, посмотрим. Всё, спасибо тебе. А ты его, кстати, чё, как? За сколько ты его брал? Удачи. Я его в феврале за 100 брал. Нормально. Ладно, да, давай. Так, чё, пацаны? Интерьер точно такой же самый, как и там. Цыганский, армянский. Назвайте, как хотите. Поэтому, в принципе, наши планы по поводу, там, камина, по поводу того, что вот здесь мы будем находиться. Здесь у нас будет комната переговоров. Никуда они уходят. Давайте-ка закроем ворота. Закрываем. Ну что, пацаны? Можете меня поздравлять с покупкой нового дома? У нас на руках сколько остаётся денег? 96 миллионов рублей. Плюс мы ещё продадим там одну тачку. У нас будет 100 миллионов. Этих денег нам хватит на то, чтобы мы в следующей серии себе купили банду. Всё-таки создали её. Чтобы мы купили автопарк. И ещё деньги у нас останутся для того, чтобы подниматься дальше, зарабатывать на перекупе. Чтобы купить дом, бизнес, огород. Всё, что угодно. Разберёмся. Всё, пацаны. С вами был Стэн Лютер. Всем спасибо за просмотр этой серии. Пока.